В суде над Бешимбаевым зачитали переписку погибшей Салтанат с подругой. Там она пишет, что Бешимбаев рвал ей волосы клочьями. Но, несмотря на это, она не рассталась с ним. Судя по переписке, Бешимбаев заставил ее голой сняться на видео для того, чтобы шантажировать. Сама Салтанат писала, что вряд ли он ее просто отпустит. В суде над Куандыхом Бешимбаевым озвучили переписку Салтанат Нукеновой с ее подругой Аидой Ахмединой. Так Салтанат пишет, мне нужен адвокат, он не отдаст мои вещи. Если я не вернусь и не поведусь на его уговоры, он начнет мстить. Подруга спрашивает, как он будет мстить. Салтанат отвечает, навряд ли он меня просто отпустит. У меня есть фото, где я избита. И он просил сделать видео, где я голая, чтобы у него тоже был рычаг на меня. И что это его гарантия, что никто не будет его шантажировать. Ты знаешь, я ему говорила, ты просто монстр. Но я знала, что он меня без видео не отпустит. Далее, ты сделала, Ахмедина спрашивает, да, чтобы просто уйти от него. Как далее, пишет Салтанат, он каждый шаг контролирует. Каждое сообщение, каждый звонок. Даже безобидные вещи он может вспылить на ровном месте. Ни за что, ни про что. Кричать, обзывать, унижать. Я вымотана, я просто молчу постоянно. Я оправдываюсь, чтобы избежать скандала. У меня нервы не выдерживают. Лишь бы он не разозлился, пишет Салтанат. Да, он любит маниакально. Его жалко тоже. Я на этой жалости все время держалась. Это в декабре или в январе было. Второй раз в Алмате, когда я хотела уехать с вещами. И Марине написала. Он мне волосы вырвал. Это не раз было. Он несколько раз за волосы меня держал и кричал. У меня клочьями все волосы выпадали. Суде также допросили ассистентку Салтанат Анару Тасову, помогавшую ей проводить астрологические консультации. По словам ассистентки, она видела телесные повреждения у Салтанат при личной встрече в Шимкенте. Были синяки, и вот здесь вот прям были следы от веревок. Именно в левой части даже есть фотография наша совместная. На ней тоже это видно. И вот с левой стороны. Я извиняюсь, фотография с того дня? Да, фотография с того дня. С той встречи 5 июля. Да, мы с ней сделали в конце примерно фото, селфи. И там видно, что... Салтанат сидела боком, потому что я вот, видя ее, я у меня прям... Как сказать? Мне хотелось плакать. Я отходила, говорю, несколько раз в ту уборную. Она это видя, поэтому она сидела боком. То есть я как бы не совсем видела эти синяки. Когда вот она сидела рядом со мной, я за рулем, она рядом, тогда да. А потом она вот старалась как-то вот сидеть боком, чтобы я не акцентировала на этом внимание. Она рассказывала о том, что вот у них постоянные ссоры, и что он ее контролирует, что он ее избивает. Но именно про... Как бы детально я у нее не спрашивала, потому что ей так было плохо, я не могла это у нее спросить. Как рассказала свидетель, в ходе разговора Салтанат рассказывала о том, что Куандах тиран. У них постоянные ссоры и то, что он ее контролирует. Свидетель добавила, что Салтанат хорошо зарабатывала до замужества с Куандахом примерно 3-4 миллиона тенге в месяц. Бауржан Шайхмет Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42.